Человек с никнеймом «Начинающий сценарист». Большое спасибо за донат. Тейм-код 848. Давай послушаем историю от Гарька Харламова. Чат, кстати, вот... Не знаете, здесь, типа... Не раздается за это? Со спендич? А, ладно, в жопу, проверим. По-моему, нет, но если да, то... Ладно, чуть придумаем. Вот эта вот ситуация, что... Меня не так сильно разъебало, когда я увидел мертвый отец. Ты такой, а, фух, тот. В Хараоке на эту тему, кстати, тоже со мной хуйня произошла забавная. Значит, поем песни, и мне дико захотелось срать. Во время песни или просто? Во время песни, да. Классно. Я отдал микрофон просто ближайшему человеку, чтобы он допел ее. И я побежал срать. А там очень такой узкий туалет, то есть ты садишься, и дверь вот тут уже, вот здесь. И у меня начинается процесс, собственно, все. Вот я снял штаны, вылезает говно, ну, вы все знаете. И я сижу, да, все, начинает снять. Я отрук, пиздец. Я сижу уже сижу. Во всех подробностях применительно колокольчик. И вдруг в дверь, в мою, просто так. Открывай, блядь! Вот так. Я думаю, ну, ошибка какая-то. Какое слово приятное. Ошибка. А я, ну, в процессе, ну, в самом, вот, когда... И я опять, чуть ли не ногой. Открывай, нахуй, блядь! Вот так. И ты уже как-то, ну, не можешь и посрать по-человечески. И как бы, ну, как-то надо остановить. А ты все время молчишь? Молчу, да. Типа, блядь, да. Я, как будто меня нет. Просто, ну... Если не говорить, а уж иди, как бы... Открывай, нахуй! Ситуация, как бы, такая немножко неловкая. Думаю, ладно, я открою просто, чтобы он угомонился. Сидя? Да. Я Гарик Бухарламов, и я сурман. И на этом все закончится. И я открываю вот так дверь, вот так пристал, вот так открываю дверь. И передо мной стоит очень низкого роста дед, старый дед, прям, ну, седой. У него вот здесь такая роза на пиджаке, он очень красиво оден. Очень красиво. Я помню, я был тогда. Да, да. Он прям такой, знаешь, старший. Миллиардер. Это вот такая странная ситуация, когда Гарик сидит и срёт, в углу стоит и лич, и детский учитель. Он же помнит, блядь. Да. Я помню этого деда. Но он выглядел, как Альфред из Бэтмена, понял? Такой очень лощённый. Просто... И у него красное лицо, у него красное, глаза налитые кровью, блядь. Он смотрит на меня и говорит, ты там один. Я говорю, что? А я, ну, вот, вот, вот лежит всё. Он говорит, ты один там? Я говорю, я, я сру. Я говорю, где он? И тебе должен сказать, это не важно. Это дед? Да, да. А я ничего не могу, потому что он дед, он меня обезоружил тем, что он дед. Потому что он не возможно. Подраст, то есть, не цветком, блядь, не стулком, не ситуацией. Просто он дед, да, и ты не можешь ничего сделать. Ты не можешь, ты там, шёл нахуй, блядь, чё охуел, ну дед. Я говорю, я сру, милостивый государь. Я просто сру. Он говорит, покажи. Я клянусь, я клянусь правду говорю. Он говорит, покажи. Я говорю, вы чё, ебанулись? Он говорит, покажи, блядь. И вот так вот ногой начинает открывать мне дверь. А я, ну, держу вот это рукой. А он, в смысле, работает в клубе или нет? Сейчас ты всё поймёшь. Я держу вот так вот, ставлю ногу, чтобы он не открыл дверь до конца. Он говорит, покажи, блядь, покажи, блядь. Вот так. Я пугаюсь, ебать как, потому что он какой-то сумасшедший. Ну, так и звучит. И я открываю дверь, ладу, говорю, на, на, нахуй, смотри, там ещё очередь стоит в сортир. Из каких-то людей. Вот так просто смотрят. Сиваки хипят. И знаешь, так очередь выстроена из людей и один из телефона. Ну, люди, которые тоже хотели в сортир, тоже там стоят под караоке, там движуха идёт. И он так заходит, вот так, смотрит на говно. Всё ещё с цветком? Всё с цветком, всё. Вот так вот посмотрел, поворачивается на меня, говорит, извини. Я говорю, вы всё? Потому что я ещё не отдал. Я говорю, типа, всё закончено? Он говорит, всё. Уходит. Я в полном охуе. Ну, как досрать-то после такого? Я не стал, уже не могу. Всё, всё ушло обратно. Закупали. Опять в еду. Просто у меня солнце здесь опять полезли. И выясняется, что этот дед. Был с какой-то тёлкой на этом мероприятии. И когда я пошёл срать через весь зал, она тоже пошла, я не знаю, в сортир. И мы вместе с ней удалились в туалет. И он подумал, что ты пёхаешь. И он подумал, что я её там, да, хуярю прям там. Видимо, у него уже была такая ситуация. И мы когда вернулись в зал в общий, я вот так вернулся обратно к себе, поглядывая на него, потому что думаю, ну это пизда, я всем это расскажу. И он вот так вот смотрит на меня, обнимает свою тёлку за жопу. Она в два раза длиннее, чем он. То есть она вот так вот. А прикинь, у него не было ситуации, что она где-то пёхается. У него каждый раз, блядь, ситуация, что он врывается к чуваку, который сырьё. И он уже принципиально идёт, ну хоть раз-то я её, блядь, поймаю. Он так через весь зал мне так помахал, типа, всё заебись, держит её за жопу. Всё нормально, всё нормально. Передал мне шампанское. Очень мило. Представляешь, какой? Брядь, удивительная шутка. Это самый дешёвый развод Типана Шампайн. Ты показал ему говняху, и он типа должен тебе. Да, но это первый дед, который видел моё говно. История про говно просто... Это всегда прекрасно. Откруй! Я просто представил, реально. Ещё хорошо повествование, как бы, выстроено именно так, что... Ну, то есть реально сидишь, охреневаешь, не понимаешь просто вообще, что происходит. Вот, а всё оказалось как бы вот так, как бы... Вот так. Блин, что-то я не знаю даже, что сказать. Короче, ржачно. Я вот просто большой ценитель сортирного юмора.